В Мангистау наблюдается высокая текучесть кадров государственных служащих. Специалисты уходят работать туда, где больше платят. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции области Нургуль Жаназарова. Для решения этой проблемы проводятся семинары, ярмарка вакансий и встречи с молодежью. Подробнее об этом в материале Сабины Балашкиной. Переезд в другие регионы также является причиной текучести государственных служащих. С начала года 90 сотрудников уволились по собственному желанию. Набрав трехлетний стаж, они уходят работать в частный сектор. Вы знаете, Мангистауский регион здесь, в нашем регионе, очень хорошо развита нефтяная отрасль. Поэтому есть факты, что государственные служащие свою работу продолжают там в частном секторе. Первая причина – это из-за высокой заработной платы. Но в рамках плана нации планируется в Республике Казахстан переход на новую оплату системы труда. То есть оплата труда будет уже по новой, по факторно-бальной шкале. Об этом мы чуть попозже подробно расскажем. Штат государственных служащих состоит почти из 1200 человек. То есть госорганы заполнены кадрами только на 87%. С свободными остаются 172 вакансии. К слову, к концу года специалисты департамента планируют покрыть 50% от общего числа нехватки госслужащих. Мы проводим разные мероприятия, встречаемся с безработной молодежью, даже по районам ездим. Выше я говорила, что новую рубрику открыли. Вот эта рубрика, она будет напрямую взаимодействовать с населением. И прямые репортажи, сюжеты из числа конкурсантов, как они поступают. То есть госорганы как работают по данному направлению. По привлечению кадров, по отбору персонала. В случае, если вам стало известно о фактах нарушения законодательства государственной службы или о коррупции в госорганах, обращайтесь по телефону горячей линии, который указан на вашем экране. По словам специалистов ведомства, обращение принимается не только письменно, но и через голосовое сообщение посредством мобильного приложения WhatsApp. Сабина Балашкина, Амадлида Турахмет, Айнах Парат.